Китайская кухня 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 И теперь бьём в сковороду. Верно. А второй этап – это приготовление рыбы. Можете жарить её на растительном масле, можете на свином жире, как вам больше нравится. А можно добавить свинину с прослойками сала? Можно, как вам больше нравится. Кладём в сковороду крупно нарезанный лук и имбирь. И обжариваем. А ещё у нас чеснок. Да, когда появится аромат специй, кладём рыбу. А какой должна быть температура масла? Масло нужно разогреть минимум до 80 градусов. И рыбу мы жарим поочерёдно на каждой стороне? Нет, главное – не зажаривать рыбу на сильном огне, иначе она хуже будет отдавать свой аромат, а мясо будет не таким нежным. То есть рыбу мы просто слегка обжариваем, не доводя до полной готовности. Верно, верно. А теперь добавляем квашеную капусту, её мы также обжариваем. Кладём её первой, чтобы она отдала свой аромат, а тофу кладём попозже. А иначе он просто развалится и потеряет форму. Верно. А как быть с соей? Её тоже обжариваем? Да, конечно. А то не успеет приготовиться. Продолжаем обжарку. Сначала капусту. Да. А теперь мы добавим сую и обжариваем всё это в масле вместе с рыбой. Теперь настала очередь приправ. Добавляем рисовое вино, лук, имбирь, чеснок. Мы добавляем в самом начале острый перец тоже. Я заметила, что вы не особенно жалуете белый перец и подобные приправы. Да, я редко его использую, только в определённых блюдах. А сегодня мы будем тушить в соевом соусе. Всё верно. Кстати, я хотела спросить, мясное и рыбное заливное можно готовить в белом соусе? Можно. Понятно. Но у нас другой рецепт. Жители Янчжоу любят добавлять сахар в рыбное блюдо, чтобы вкус был солёно-сладким. Я смотрю, сахара вы не жалеете. Да, да, и теперь немного уксуса. И сразу уксус? Да, чтобы подчеркнуть вкус и аромат нашей рыбы. С приправами закончили. И теперь, наверное, нужно долить воды. Верно, можно долить холодной, но я налью горячей, чтобы сэкономить время. И теперь ещё один важный момент. Нужно проконтролировать количество бульона. Верно. У нас сковорода с плоским дном, поэтому жидкости у нас больше, чем кажется. А если готовим дома? Можно налить побольше. Теперь оставляем это всё на огне на пять минут. На слабом огне? На среднем. Когда мы обжаривали специи, рыбу, капусту и сою, когда добавляли приправы, у нас всё время был включён сильный огонь. Да, это так. Потом мы добавили воду, довели её до кипения. И после этого нужно переключить на средний. Держим на среднем огне пять минут. И спустя пять минут добавляем тофу. Думаю, пять минут уже прошло. Согласен. И теперь можно добавлять тофу. Мы его предварительно замочили в горячей воде. Да, слегка ошпарили в кипятке. Можете даже слегка отварить его. Теперь нужно, чтобы тофу слегка напитался бульоном. Тушим в течение ещё десяти минут. И всё? Надо будет ещё добавить приправ. В конце ещё раз приправляем. Да. Да, через десять минут. Всё, прошло уже больше десяти минут. В общей сложности мы тушили рыбу 15 минут. Теперь нужно ещё раз добавить приправ. Я вся внимание. Смотрите, как загустел бульон. И цвет какой красивый. Можно добавить ещё немного соевого соуса. Вы даже не представляете, какой здесь аромат. Да, но нужно ещё кое-что добавить. Вот уж не знала, что можно так быстро сварить такой ароматный бульон. Пока что в нём не хватает соли. Кстати, а какой соевый соус мы добавляем? Тёмный. Ведь нам нужно подсолить бульон. Верно. Какова наша конечная цель? Бульон должен стекать с поварёшки сплошной нитью, как сироп. Если он капает, то значит ещё не сварился. Да, значит надо ещё немного поварить. Чтобы он не был таким жидким. Всё верно. Но если переварить, то он получится слишком густым. Да-да, теперь убираем лук. Его нужно выловить. А я думала, сначала выкладываем рыбу. Всё правильно. Выкладываем рыбу. Желательно оставить в сковороде как можно больше дополнительных ингредиентов. Да, ведь так. Заливное получится вкуснее. Верно. Я думаю, что к рыбе надо будет положить риса. Да, к этой рыбе как раз лучше подавать рис. Правда? Здорово. Выкладываем на блюдо. Итак, карась с капустой, сои и тофу готов. То есть рыба это уже само по себе. Самостоятельное блюдо. Однако сегодня наша цель в другом. Именно. Убираем из бульона лук и имбирь, выключаем огонь и теперь... А что это у вас в руках? Просто форма для заливного. В таких формах продаются новогодние сладости. Верно. Это точно такая же форма. Я решил, что так будет красивее. Как вы обо всём подумали? Если нет формы, вы можете взять любую ёмкость. Да, так будет проще. Но я решил слегка придать праздничного настроения, ведь рыба новогодний, символ удачи и благополучия. Ладно, придётся купить что-нибудь в такой форме, а потом уже сделать в ней заливное. Они обычно продаются в любом магазине. Кстати, а есть какие-то ингредиенты, которых не должно быть в заливном? Например, красный или душистый перец. Будет не очень приятно, если они попадутся вам во время трапезы. Лучше их сразу удалить. Но рыбьих костей, например, у нас в заливном не будет, поэтому кушайте спокойно. Понятно. У нас сегодня два блюда из одного рецепта. Точно, на обед и на ужин. Или на ужин и на завтрак. Здорово. И теперь берём маленькую форму. Как раз осталось немного бульона. Верно, как раз. А как всё-таки вы тщательно подготовились? Чтобы хватило и взрослым, и детям. Вот так. После того, как мы разлили бульон по формам, надо подождать, пока он не застынет, так ведь? Именно так. Но чтобы вы не ждали, я уже заранее приготовил порцию. У меня ещё один вопрос. Ничего, что у нас в заливном целые зубчики чеснока? Ничего. Он ведь уже разварился в процессе готовки. И стал мягким. Да, и на вкус он тоже стал гораздо мягче. С ним заливное будет вкуснее. Не будет никакого странного вкуса. Наше сегодняшнее блюдо готово. Два блюда по одному рецепту? Именно так. Итак, мы готовы увидеть, как выглядит полностью готовое заливное. Да. Я заранее приготовил порцию. Всё ради того, чтобы мы увидели всё своими глазами. Да, теперь заливное нужно извлечь из формы. Как говорится, лучше один раз увидеть. Вот оно, наше заливное из карася. Отличное украшение новогоднего стола. Если делать в обычной чашке, будет проще. Просто надо слегка надавить. Вот она, наша рыба. Настоящее произведение искусства. А теперь... Отлично. Давайте немного повернём, чтобы было лучше видно. И слегка украсим. Всё, наше блюдо готово. Нарежьте ингредиенты на мелкие кусочки. Ошпарьте капусту и тофу. Положите в сковороду лук, имбирь, чеснок и острый перец. Затем слегка обжарьте рыбу со специями. Положите в сковороду сою и квашеную капусту. Добавьте рисовое вино, сахар, уксус и соевый соус. Включите сильный огонь, долейте воды, тушите 5 минут. А после выложите в сковороду тофу и тушите ещё 10 минут, добавив в конце необходимые приправы. Здесь у нас рыба, и здесь у нас тоже рыба. Да, два блюда из рыбы.